Здравствуйте, это программа «Сумомнение». Меня зовут Денис Каменщиков. Меня Владислав Горин. Давайте посмотрим небольшую отбивочку. Кроме медицины мы сегодня еще поговорим про образование. Министерство образования и науки Российской Федерации хочет проводить выборы школьных директоров. На языке бюрократии это звучит так. Отбор руководителей общеобразовательных организаций на конкурсной основе. Претенденты на кресло директора должны предотлагать свои программы, назначаться после голосования. Сейчас директоров назначает городское управление образования, то есть чиновники. И мы этот вопрос обязательно обсудим. Просто еще хочется сказать, что кроме образования мы еще поговорим про медицину во второй части программы. Поговорим. Такие у нас сегодня темы. Первые выборы этих самых директоров школ могут пройти уже в начале 2013 года, в январе после новогодних праздников. Сейчас попробуем позвонить в екатеринбуржские школы. До кого-то из действующих директоров дозвонимся. А пока пригласим гостей. Да. Наталья Вишня и Матвей Вишня. Наталья бизнес-тренер. Мама для начала. Мама трех детей. Проходите. Здрасте. Автор книги. Матвей вот лучше сюда. О том, как воспитать вундеркинда. Да. Ну и собственно вундеркинд Матвей. Да. Добрый вечер. Нерокового дитя. Пока мы дозвонимся. Наталья, нужны ли такие выборы директоров? Как вам кажется? Нет. Я не очень уверена. Потому что у нас, мне кажется, так все перешло теперь в выборы. Так, в общем, скоро и до врачей выборных мы зайдем и всего остального. Лично я считаю, что для меня это было неожиданностью. А вы не хотели бы выбирать директора школы, в которой учатся ваши дети? Вы же выбираете какую-то школу, когда, ну, вот просто еще собираетесь ребенка отдать. Ведь это, по сути, тоже выбор. Да. Ну, вы знаете, на самом деле мы выбираем, когда ребенка отдаем в школу, не в школу, а в педагога, учителя, которому мы отдаем ребенка. Ну, по крайней мере, это я так делаю и советую родителям это делать. То есть не на сегодняшний день не от школы зависит, да, а от того, кто будет заниматься своим ребенком, кто будет давать ему знания, да, как он будет любить вашу... Директора, которого вы тоже потом выберете, нет? Уч, я имею в виду про учителя. А по поводу директора, вы знаете, все-таки человек, директор на сегодняшний день, это должен быть, ну, управленец, по большому счету, человек, который может управлять... А не педагог. Да. Ну, вот давайте спросим... У нас на связи есть директор школы номер 63 Наталья Петровна Салова. Наталья Петровна, здравствуйте, слышите нас? Наталья Петровна. Алло. Наталья Петровна. Так, ну, видимо, связь сорвалась. Сейчас попробуем еще раз набрать вопрос. Да, наберем снова. Ну, все-таки, кто тогда должен голосовать? Так же оставить чиновникам это все? Да, и почему нельзя выбирать управленца? Ну, выбрать управленца... То есть, что в этом такого? Выбирать... Нет, выбирать управленца, опять же, тогда это нужны быть какие-то кандидатуры в городе, если это в городе происходит, люди, которые будут доверять. Ну, то есть, кандидатуры людей, да, директоров, которые уже что-то сделали. А вы не доверяете директорам школы? Сегодня я не доверяю. Ни одному? Сегодня происходит, ну, скажем так, по Екатеринбургу, да, и то, что у меня, опять же, трое детей, двое из них, старший, он закончил школу, 9 классов, он сейчас в колледж ушел, ну, по причине, опять же, того, что школа до нас не дотягивает, а не мы до школы, да, то есть, средний сын тоже учится в школе, и сама по себе система школьная, система именно школы не устраивает. А какие претензии? Матвей, какие-то претензии, что значит, школа не дотягивает? Ну, значит, директор не дотягивает, который мог бы быть. Ну, вы знаете, сейчас, поскольку мы живем в 21 веке, и слегка наши учителя, к сожалению, многие из них, даже не столь учителя, сколько наша система образования, слегка устарела, и поэтому слегка не устраивает. Вот спросим сейчас, устарели или нет, Наталья Петровна Салова, директор школы номер 63. У нас, наконец, на связи Наталья Петровна. Здравствуйте, Наталья Петровна. Добрый вечер. Нужно ли выбирать директоров школ? Ну, вы знаете, такая практика у нас уже была. Я имею в виду не в моей школе, и не в нас, в Екатеринбурге, но очень много об этом в свое время публиковала учительская газета. В разных регионах нашей страны этот опыт был. И потихонечку, мне кажется, все отошли от него. Почему? Это выгодно директорам и учителям? Они боятся быть неизбранными родительским коллективом? Нет, нет, нет. Просто практика показала, что это недостаточно эффективно. Просто группа учителей выбирала удобного для них руководителя. И не всегда этот руководитель обладал недостаточными знаниями и умением руководить. Поэтому школа в таких случаях чаще всего не развивалась, а была в обыкновенном застое. Поэтому этот опыт потихонечку исчерпал себя. Почему мы сейчас вновь к этому возвращаемся, мне непонятно. Наталья Петровна, а тут же парадокс. Для вас и для меня не секрет, что сейчас педагоги могут убрать своего директора. Одна жалоба наверх, вторая. Все, из министерства придут, скажут, зачем ты такой нужен, на тебя все время жалуются. А родители никак не могут воздействовать. Почему не дать им право влиять на выбор директора школы? Ну и таким образом убрать те самые интриги, про которые вы говорите, когда учителя между собой договариваясь в этих выборах ставят полезного себе человека. Но ведь родителям тоже не видна вся, так сказать, кухня, управление. Им ведь тоже какой-то, может быть, наверное, более такой лояльный директор, более понравится. Ведь здесь надо в общем смотреть. Если школа не развивается, если она не перспективная, то здесь и родители, и руководство не будут держать директора. А вам не кажется, что очень регламентирован образовательный процесс, и кого бы ни выбрали, он все равно будет заложником правил существующих? Ну так, конечно, мы выполняем политику нашего государства. Конечно, мы придерживаемся тех нормативно-правовых документов, которые нам спущены, и мы в рамках их работаем. Понятно, спасибо большое. Ваша позиция, выбирать не надо, потому что это не очень нужно. Знаете, я вот как мама опять же вступлю здесь. Конечно. Слишком много, мне кажется, таким образом, если мы сейчас еще и будем у директоров выбирать, слишком много на родителей будет, ну скажем так, сваливаться, да, помимо того, что нужно выбрать директора, нужно выбрать школу, да, то есть нужно выбрать педагога, еще там с этим образованием непонятно что и как, еще опять же там ЕГЭ, не ЕГЭ и так далее. То есть по сути получается, что родителям, ну так-то, в общем, отдается всевозможной возможности, да, влиять каким-то образом на процесс, но мне кажется, что это может все превратиться просто вот в каламбур самый настоящий, в путаницу во всех вот в этих делах. Ну, возможности, они создают проблемы, конечно. Да, то есть естественно, то есть пока не будет, естественно, какой-то выработанной системы, то есть я не против выборов как таковых там директора, только нужно понять, каким образом это будет происходить, по каким категориям их будут там выбирать или не выбирать, да, какие задачи должны будут ставиться перед директором той или иной школы, какие кандидаты, из каких кандидатов выбирается, что директор этого мог. Но они должны будут предлагать программу развития учебного заведения. Ну, если, да, то есть если это будет все прозрачно и понятно для родителей, для всех причем, да, потому что вы понимаете, что в школах учатся родители, то есть дети совершенно разных родителей. Вот это замечательно было, учатся родители. Учатся родители, да, с детьми совершенно из разных семей, И какой процент родителей в семьях, ну, скажем так, адекватно будет выбирать директора, да, то есть согласно... А надо выбирать? Ученикам, точнее, надо давать право выбора? Я считаю, что да. Потому что, мне кажется, это будет наиболее объективной точкой зрения, потому что учителям... Нет, стоп, а что такое объективная точка зрения? Вот мне нравится география, кому-то нравится математика, давайте выберем директора. Директор строгий, а этот не строгий. Ну, опять же, что такое строгий? Меня пожурил, а Васю не заметил, что тот курит за гаражами. То есть тут вот когда вот очень сильно субъективный момент. И школа это, да, дурацкий вопрос с одной стороны, любимый, все, что спросить, любимую книжку там, да, любимый предмет. Не знаю, я всю жизнь зависал вот на этом вопросе. Такой вопрос. А как директор может завоевать симпатии учеников? Что ему надо сделать, чтобы он стал электорабельным? Ну, здесь уже все более субъективно. Кому-то там печеньки и конфетки раздавать, а кому-то просто, чтобы по-человечески общался там. Был всегда, вставал на твою сторону, если что. А на сторону Васи не вставал за гаражами? Ну, мне кажется, что в принципе директор, он должен быть всегда на стороне учеников. Он может их поругать там у себя в кабинете, но перед там какими-то районными там тяденьками всегда должен стоять на стороне учеников. Сдают, да. Да, мне кажется, это правильно, а не сдавать там, ходить своих же. Ясно. Спасибо большое, что были с нами этим вечером. Спасибо, Матвей. Напомним, первые выборы могут случиться уже в 2013 году. И Вам, поскольку еще те самые дети не только в колледже, а все-таки в школе, да, Вам все-таки, может быть, даже и предстоит через это пройти. Да. Всего хорошего, чтобы все было нормально. Если учителей мы, может быть, скоро и будем выбирать, то врачей вряд ли, даже участковых, не то что главных. Ну, в том смысле, чтобы они занимали ту или иную должность. Да. То есть, чтобы они были, в принципе, врачи. Сейчас-то мы можем выбирать бесплатно или платно в этом смысле. Да, еще есть более радикальный выбор. Не хошь, не лечись. Давай поговорим о том, точнее о тех, кто отказывается от лечения в государственных и вообще в институциональных учреждениях. Поговорим о самолечении. И лечиться сам, да. Может ли это пойти кому-то на пользу, может ли нанести вред и даже вот не только конкретному одному человеку, а и целой человеческой популяции. Бывали и такие случаи. У нас в студии... Ну да, вроде бы странно, лечишь сам себя, а почему-то страдают от этого другие. Поговорим об этом парадоксе. Ты хотел бы представить. Николай Песошнов, знаток природы, человек, который мог бы действовать, как в песне. Я петь не буду, если я заболею, я проговорю. Так к врачам обращаться не стану. Проходите, Николай Михайлович, присаживайтесь, добрый вечер. Антонина Смирнова, народный целитель, секретарь президента Академии народной медицины, знаток трав и соцветий. Антонина Владимировна, здравствуйте, проходите, присаживайтесь. И Михаил Луньков, бывший доктор, бывший врач скорой помощи. А потому независимый. Михаил, где-то есть. Давайте, пока Михаил идет к нам, поговорим о том, почему вы отказались от помощи врачей. Почему не прибегаете к их услугам? Здесь нужно рассматривать таким образом, что нельзя отказываться в полном объеме того, что сделано нашей наукой и всем, чем нас окружает. Михаил, присаживайтесь, добрый вечер. Здесь нужно разграничить то, что необходимо и то, что можно избежать. То есть любое воздействие на человека, то есть, допустим, применение каких-то прививок, введение каких-то препаратов, оно не только может пагубно сказаться на человеке, но может быть дальнейшие последствия, которые приведет к каким-то заболеваниям. То есть вы радикально понимаете призыв «не навреди». Не навреди, не вмешивайся, вот и не навредишь. Конечно. Антонина Владимировна, ну вы ведь тоже за то, чтобы пореже ходить к врачам. Почему? Абсолютно неоднозначно. Это ваше мнение. На сегодняшний день достижения современной медицины заслуживают внимания. В некоторых случаях без медицины не обойтись. Абсолютным образом, и как говорил великий Гиппократ, человека лечат сначала слово, потом травы, и только в крайнем случае лечат нож. Ну такое выражение. А на сегодняшний день нужно использовать и достижения медицины, и, конечно, очень большие возможности по самовосстановлению направления вот и народной медицины, и не инженерии как таковой энергоинформационного обмена, позволяют человеку открыть свои резервы, позволяют человеку открыть возможности узнать свое, не то что предназначение, а узнать свой резерв. Это очень важно. То есть можно использовать не таблетку, допустим, анальгина, а элементарно, но я не призываю к медитациям, потому что это на все это время. Но те же прививки, да, те же прививки, про которые вся общественность мировая, медицинская, настороженно относится. Но в любом случае восстанавливать свое здоровье в первую очередь через свои резервы. А организм это может. Да, мы обязательно продолжим. Михаил, вот короткий и, в общем, наверное, для вас может быть простой, а может быть нет вопрос. Люди почему к врачам-то не идут? Они боятся, что это? Вот почему самолечение? Почему самолечение? Потому что если статистику брать, вот до 75% по разным там опросам, не, ну, тот же самый грипп, и простуда, обычный насморк, не идут к врачам? Ну, дело тут в одном. Значит, прежде всего, это нужно говорить о доступности медицинской помощи, да, врачебной помощи. Очень много критики льется в адрес здравоохранения, которое есть в последнее время, да, при посещении поликлиник. Неудобство определенной запись к врачам, недостаточное количество докторов. Не идут, потому что не ждут их. Да, то есть их там не ждут. То есть отчасти где-то и официальная медицина, может быть, сама отталкивает пациентов от этого. Но и в большинстве случаев это просто-напросто незнание, незнание того, что за этим может стоять. Вот мы много говорим о прививках, взрослые люди, причем все привитые здесь сидят, да? Привитые люди. Нет, ну в детстве, в детстве нас всех привили. Давайте так, вы в детстве все привиты, все привиты, и вы тоже. Ну, я не знаю, видимо, где-то вы в Сибири росли. Давайте руки задеремся. От врачебной помощи, все привиты, абсолютно, и вы живете хорошо и счастливо. Отчего привиты все? А? Нет, я лично не призываю. Та система прививок, которая была в Советском Союзе, она дала результаты. Конечно, конечно. Это и полимелит, и все остальные. Далее, прививать перестали, получили заболевания. Массовые заболевания, да, у детей различных вариантов, да? Масса, масса. Ну, и отказываться от этого не нужно. Понятно. Незнание и низкая доступность. Ну, здесь нужны частные моменты и частные прививки. Какие вы имеете в виду прививки? Давайте не углубляться в прививки, тем более, что к нам рвется в студию Мисс Интернет. Очень хорошо. Да, и вот это нужно выполнять. Ну, кстати, вот я на сегодняшний день работаю в поликлинике. Мы все-таки вас перебьем. К нам стучится Мисс Интернет, наша сотрудница. Она дежурная сегодня. Находит в интернете все самое интересное и докладывает нам в доступной форме. Мисс Интернет, наша сотрудница. Привет, Аня. Аня, привет. Расскажи нам, что ты узнала о тех, кто лечится сам? Ну, я хочу сказать, что у нас сейчас появилась такая, скажем так, прослойка любителей самолечения. Интернет-мользователи советуют лечиться мыслями. То есть вот они, например, считают, что если где-то есть какая-то боль, нужно делать себе какой-то мысленный укол. Например, закрыть глаза, представить себе шприц с тонкой иглой и прохладной жидкостью, которая медленно вводится в больное место. Или можно лечить мыслями какой-то усталость, скажем так, от нервного стресса. Надо представить себе стоящего себя, стоящего под струями водопада. То есть вот говорят, что вот таким способом можно избавиться от каких-то болезней, ну, естественно, не хронических, и от плохих мыслей. Ну и что, есть случаи избавления? Да, известны такие случаи избавления, когда люди реально пишут, что у них проходит головная боль, какие-то боли в живой проходят, когда они представляют вот такие вот мысленные уколы. Ну а вообще, если верить опросам, скажем так, то сейчас стандартные какие-то отвары из шиповника или дышание над картошкой, это вообще уже не в моде. У нас сейчас предлагают, допустим, вот от гайморита избавляться с помощью прочтения сто раз молитвы. Некоторые советуют закрыть пальцами нос и прочитать как минимум сто раз молитву «Отче наш». Причем люди таким образом уверяют, что в носу возникают какие-то совершенно неизвестные науки вибрации, и все это абсолютно точно помогает и безоговорочно. Вот есть у нас даже такие примеры. Интернет-пользователи управляют, что все это очень-очень эффективно. Спасибо, Аня. Спасибо, Анна. Ну да, это вот, что называется, святой интернет. Это всегда вопрос, мне кажется, веры, доверия, в том числе и вам, например, или врачу. Какая разница, к кому идут? Очень-очень важный момент. Понимаете, на сегодняшний день я медицину поддерживаю, я в ней работаю, у меня вся семья медики. Но, пожалуйста, какие возможности? Организована диспансеризация, организована профилактика на сегодняшний день. Все сотрудники, которые работают на предприятиях, пенсионеры в том числе, по плановому проведению проходят эту диспансеризацию, которая включает флюорографию, маммографию и все остальные моменты. Понимаете? И элементарные экспресс-анализы, то есть содержание сахара в крови, холестерин, состояние. У кого-то на УЗИ отправляют функционально, не функционально, а именно ультразвуковое обследование. То есть вот такие возможности есть. Что конкретно не хватает современному человеку, современному нашему советскому человеку, не из другого государства? Я считаю, мое мнение, что это сохранение своего здоровья. Сам принцип подхода, его у нашего человека нет. Мозгов не хватает. Принцип отношения к своему богатству. Чего еще? Вот такое выражение, тоже известное выражение философа, что человек теряет, что ему принадлежит, в первую очередь здоровье, он его не сохраняет. Нет, смотрите, а речь-то о том, что люди отказываются от медицинской помощи и занимаются самолечением. Вы знаете, действительно, отказываются от врачебной помощи, но продолжают глотать те самые таблетки. Они очень неравнодушно относятся к своему здоровью. Это очень важный момент. Я в аптеке проработала довольно-таки чуть ли не 35 лет. И, значит, в какой момент? Люди занимаются самолечением. В первую очередь должны быть законы, запрещающие рекламу. Посмотрите, что творится. Рекламируют, но антибиотики, допустим, не рекламируют. Рекламируют сильнодействующие. Кадеин, на сегодняшний день, содержащие таблетки, запрещены. Их только по рецепту. Реклама продолжается. Пожалуйста, приобретайте, хорошо помогайте. Подождите, но ведь есть же там ограничения. Ограничения есть. Пожалуйста, вот, по сути, со специалистом. Да, да. Почему не реагируют? Почему вот на это не реагируют? Очень быстро нужно это всё сделать человеку, потому что его ждут на работе, потому что у него действительно мозгов нет. И минутку. То, что вот сказали про то, что там молитвы и всё прочее, да, существуют вибрации, которые восстанавливают наше тело. Но человек способен... Девушка говорила про элементарные медитации. Это не в раз, да, вот сел всё. Это нужно грамотно делать и уметь должен каждый человек. Потому что на сегодняшний день это, ну, не ноу-хау. Этим живёт весь мир. Николай Михайлович, можно хорошими мыслями лечиться? А чем ещё можно лечиться? Нужно. Дело в том, что то, что предлагается, это, допустим, медицина, это обследование, допустим, флюорографии, ультразвуковое обследование. Мамография. Да. Обязательно. Это всё методы, которые разрушают структуру человека. Они разрушают энергетические биополя. Допустим, сейчас... Но хорошие мысли восстанавливают? Нет. Почему не сочетать? Нет. Хотя бы в ноль заработаете? Нет. Те же самые томографы, которые сейчас очень сильно вводятся в нашу медицину. Это так называемые аппараты убийцы. Подождите. Я сейчас вас сразу прерву. Вот здесь очень много аппаратов убийц. Там вот сидят убийцы такие вот во всяких наушниках тоже с гарнитурами. У вас гарнитура висит, она по радио. Вот это всё излучает. За спиной вот такая штука. Это всё тоже сейчас нас всех убивает вместе с вами? В какой-то степени да. Вы мобильным телефоном не пользуетесь? Микроволновой печью не пользуетесь? Ну, я пользуюсь, но с наушниками. А, ну то есть вот с какой-то тоже? Да. То есть ухо разрушается? Они одно отдельно от головы? Когда вы присоединяете сотовый телефон к голове, то вы получаете дозу облучения. Ну, сейчас уже доказано, что абсолютно нет. Михаил, как вы считаете, может быть от медицины больше вреда, чем пользы? Я к этому отношусь следующим образом. Я вас перебью. Татьяна Габовна пишет. Видимо, имея в виду, почему самолечение? Потому что в очередях в больнице дольше просидишь и ещё какую-нибудь болячку подхватишь. Пожалуйста, продолжайте. Значит, вы работали в аптеке, да? Значит, вот очень часто наблюдаем в аптечной сети ситуацию, когда подходит пожилой человек, больной человек, обращается к фармацевту, да, к человеку, который... К специалисту, да. К специалисту, да. К специалисту, да. И начинает консультироваться как с терапевтом. Вместо того, чтобы получить квалифицированный ответ, а он один в данном случае, обязательно проконсультируйтесь с доктором, с лечащим врачом. Ему рассказывают, что лучше, как вот это действует, как вот это действует. Я с этим не согласна. Это не профессионализм фармацевта. Полный. Полный непрофессионализм. Ну, люди это приобретают. В основном фармацевты... Мы с вами говорили о рекламе. Пожалуйста, вот недавно в прошлом году прошел случай, когда родители лечили обыкновенный насморк, как они считали, у ребенка. Вот началась школа с 1 сентября, дети скучно собрались, перепады температур, да, осенний период, девочка, насморк, еще что-то, еще что-то. Значит, начали принимать антибактериальные препараты, выкупили самостоятельно, затем подключили еще противовирусные препараты, подключили. Итог, обратились уже к доктору через какой-то промежуток времени, почему девочка десятилетняя теряет вес. А в итоге мы получили у девочки полностью цветущую грибную девочку, то есть простейшие грибы, начиная от горла и качая всеми слизистыми тела. То есть девочка выпала с тяжелейшей вот такой вот патологией в больнице. Потому что иммунитет был подавлен. Естественно, то есть убили все. В первую очередь антибиотики подавляют иммунитет. А что, медицина не совершает таких ошибок? Ну, то есть люди часто не идут к врачам, потому что те себя дискредитировали. Это же включить новости любые и увидеть как минимум раз в неделю, а уж тем более про детей. Нет системных ошибок в медицинской сфере. Есть системные ошибки, есть они. Но вы заметите одну вещь. Врач, прежде чем назначит лечение, прежде чем провести какое-то обследование, законодательно он несет ответственность за пациента. И в любом случае он ставит подписи и под проведенное лечение, и под назначение все. Он законодательно несет ответственность. Если мы говорим, есть случаи, сейчас их много. Их нужно защищать. Далее, но когда мы имеем, я ведь не отвергаю, не говорю, что плохо, допустим, заниматься траволечением. Или то, что школа, вот высшая школа инженеров, это плохо, это прекрасно. Это нужно, это необходимая вещь. Вот именно учит людей быть здоровыми. Но давайте так, чтобы, извините, человек, к которому обратились за помощью, он нес какую-то ответственность. Доктора в законодательном поле работают. Андрей Владимирович, у вас, как у народного целителя, когда к вам люди обращаются, у вас какие-то договоры вот такие подобные составляются. Обязательно. Можно к вам потом пойти и сказать, ай-яй-яй-яй. Обязательно. Вот знаете, на сегодняшний день всё, что используется, это же статья 50-го законодательства о народной медицине, вернее, о народном целительстве. И не инженерия к этому пункту не относится. Но, тем не менее, даже имея уже опыт, пожалуйста, вот с официальной медициной, заводится карточка индивидуально на посетителя, потому что те же снижения лишнего веса. Лишнего веса. Пациент приходит, или та же энергетическая помощь. Пациент приходит, ему коррекцию делают, вышел за порог, снова включил своё неосознанное поведение, на кого-то отреагировал, у него снова какой-то состояние. Он возвращается и говорит, вы мне не помогли. Очень важно зафиксировать обращение пациента, то есть то, что делается в амбулаторных картах, описать его состояние и всё прочее. Подожди, то, что вы сейчас описали, совершенно бесполезно получается. Почему? Или надо 48 раз сходить, и тогда получится. Или полностью поменять круг общения. Я вас поняла, послушайте, дело всё в том, что вот именно я, по крайней мере, ставлю стремление к тому, чтобы человека научить быть здоровым. Понимаете? Он выйдет, он снова будет реагировать, у него снова отрицательные мысли, вернее, позитивное мышление отсутствует, правила питания отсутствуют, социум у него нарушен, у него геопатогенные зоны, он смотрит телевизор, и все розетки у него подключены неправильно. То есть это очень важно. То есть мы говорим о проблемах в алиологии полностью. Да. А они существуют. Правильно, да, что всё подключено? Ну, вы знаете, если вот существуют, конечно, вот рамками можно посмотреть и помочь специалистам вашим. Это нужно тоже знать и отдыхать в течение дня. Надо их спросить, им помощь требуется? Но самое главное... Помотайте головой, вам требуется помощь? Нет. На сегодняшний день они не хотят этого помощи. Нет, вот мотают головой, нет, не требуется. Вот на сегодняшний день самое главное, чтобы человек осознанно сохранял своё здоровье. Я про то и говорю. Он придёт к специалисту, откорректирует его и всё прочее. А если он допускает ошибки? А ему нравится. Если он ошибается. Сидуида Дашкова. Человек пришёл с простудой, извини, я просто вот сразу же. Человек пришёл с простудой, а вы ему розетки лечите. Бред какой-то. Да, ему нужна медицинская помощь, а он говорит, что... Почему? Ну вы только что сказали, что неправильно у него телевизор в розетку включил. Но я не сказала, что от этого у него рви и грипп начинается. С простудой, пожалуйста, с простудой. Конечно, уже будут другие вопросы. Вот я согласна со специалистом, я не знаю кто, вы представитель медицины, да? Конкретно. Мы бывшие врачи скорой помощи так отрекомендовали в данном случае. Да, 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 большой опыт работы. Вот человек пришёл в аптеку, очень важно соблюдение. Если фармацевт работает осознанно, грамотно, таких большинство, и сейчас можно выручку сделать не на антибиотиках, проверяют БХССники, проверяют Роспотребнадзор этот момент. И никогда не продаём антибиотики. Большой вред организму. Наоборот, нужно в массы вносить, что тот же вирус антибиотиками не лечится. Есть другие препараты, иммуностимуляторы и всё прочее. Если она поможет лечить грипп или какие-то травы на первых лечениях, да, на первых порах. Женщина обратилась, бисептол, продайте мне бисептол, он мне, моему ребёнку помогает. Я ей рассказала, очень вредно и последствия очень плохие. А давайте посмотрим... Обиделась, написала жалобу, понимаете? Посмотрим сюжет про иммунные препараты, да? Вот если вы позволите, проблема здесь в одном. Вы понимаете, нужно бросаться в крайности. Проблему нужно рассматривать вкупе. Не в том, что не продают антибиотики, допустим, или кто-то приобретает антибиотики, занимается самолечение. В любом случае нужна консультация доктора, нужна консультация врача. И вы поверьте, ни один врач не будет назначать ничего, если что-то можно сделать при помощи, допустим, в реабилитационный период, при помощи трав. Очень коротко перед сюжетом Анна Смирновна пишет. Есть такое мнение, что врачи советуют лечения для того, чтобы подчеркнуть свой профессионализм. То есть врач рассуждает так. Ко мне приходит человек, я должен найти у него болячку, иначе он посчитает, что я не профессионал. Ну, вроде как, если скажу, что здоров, тогда зачем бы приходил? Такими глупостями врачу некогда заниматься, поверьте. Пожаловался, надо реагировать. Нет, некогда. Некогда, некогда такими глупостями. И второе, если мы рассмотрим тарифы ЖКХ, которые пришли после сентября, вот там вот за трехкомнатную квартиру, по-моему, вот мне недавно жалоба поступала на эту тему, значит, там 6 тысяч с копейками назначено. Это практически зарплата врача, вот, который пришел работать. Ну, что, ему нужно умничать, что-то назначать? Ну, понимаете, про бред... Давайте посмотрим сюжет. Про то, как человек иммунными препаратами, ну, в общем, почти совершил чудо. Во всяком случае, он очень в это поверил. Вирусная нагрузка ноль. Вирус иммунодефицита человека, несколько раз я сдавал анализы, не обнаруживался, не был обнаружен ни в РНК, ни в ДНК. Поверить в такие результаты не мог и сам Вячеслав. Врачи твердили, такого не бывает, анализы показывали, вирус побежден. Секрет успеха считает он в разработке уральских ученых, препарате Профиталь. Его в 2008 году он в домашних условиях начал применять от гепатита С, сам колонтерферон вместе с Профиталем. В итоге анализы показали ноль и по гепатиту, и по ВИЧ. Я обсудил со всеми врачами, до кого только мог достучаться. Мне все в один голос сказали, что в принципе это гипотетически возможно, но ни одно лечебное заведение, ни один врач, уважающий себя, официально за введение лечения не возьмется. Своей лицом скрывает боясь ажиотажа, ведь средства от неизлечимого гепатита и ВИЧ ждут тысячи людей. Однако официально этот метод лечения не сертифицирован. По документам, альфа-фетопротеин всего лишь иммуностимулятор, помогает лечить аутоиммунные заболевания. По сути же, пояснили за кадром ученые-разработчики, это транспортный белок. Он проводит в больные клетки противовирусные препараты. Это позволяет не только нейтрализовать воздействие вируса, но и вывести его из организма. Мы посмотрели и абсолютно точно понятно, что дополнительные клинические эффекты по лечению ряда вирусных заболеваний, они есть. Их нужно исследовать, на них нужно делать заявку. Уже получен патент на терапию гепатита С. Правда, единственное производство в Краснокамске к тому времени приостановилось. Уральцы решили дать препарату вторую жизнь, открыть свое производство на заводе Медсинтез. Если испытания подтвердят эффекты, одобрят сертификацию, то уже к концу года чудо-средство появится в аптеках. Курс лечения будет стоить порядка 10 тысяч долларов. У нас было два человека, они были в 2006 году. Но у одного из них мы наблюдали этот эффект. В сочетании с терапией, которую мы ведем по гепатиту, получается результат такой же и по ВИЧ. Опыт одного из медцентров Екатеринбурга пока единственный по гепатиту С. Правда, по ВИЧ данных нет. Результаты критикуют и пациенты, и коллеги-медики. В настоящее время альфа-фетопротеин не прошел клинических испытаний и применяться в лечении ВИЧ-инфекции не может. Почти два года Вячеслав твердил, можно и нужно, пока не сделал свежие анализы. ВИЧ вернулся. Причем ситуация куда хуже, чем до эксперимента. Но опускать руки он не собирается. Дорогу уверен, оселит идущий. И на днях снова готов продолжить эксперимент на себе. Но вот как вам такие эксперименты? Как вам такие эксперименты? Я считаю, что это абсолютно недопустимо. Очень серьезное заболевание. И обязательно специалист должен заниматься этим вопросом. Специалист – врач. Нетрадиционно. И, кстати, в Германии, во многих странах мира вирусные заболевания и инфекционные заболевания народная медицина не лечит. Другое дело, что можно поддержать иммунитет человека через убеждения, через направление его позитивного мышления, через самооценку, через те же медитации. Это общее состояние. Те же онкологические заболевания. Помощь превеликая. Вера в себя и очищение от обид. Но надо к врачу идти. Но к врачу обязательно. Это серьезное заболевание. Их лечит врач. Николай, Вы сказали, что врачи не понимают какой-то человеческой природы. А в случае серьезного заболевания... Я Вам могу привести пример, допустим, на произведениях наших литераторов, что раньше земский врач мог по запаху определять заболевание. И назначать те препараты, которые, допустим, нужны данному пациенту. Сейчас, чтобы, допустим, данному человеку сделать какой-то диагноз и выявить то, что у него заболело, либо нарушение, ему нужно пройти через семь, ну, можно сказать, путей ада. То есть ему нужно пройти анализы и все остальные... Почему это ответ на мой вопрос? Я спросил, вот в случае с серьезным заболеванием тоже не нужно обращаться к лекарям, которые, как Вы сказали, в человеческой природе не очень понимают. Наша медицина вообще не лечит. То есть мы очень сильно радуемся, что у нас множатся так называемые онкологические центры. Но давайте будем разбираться, почему они множатся, а не создавать в каждом городе еще пару онкологических центров. Ну и почему они множатся? То есть есть определенные вещи, которые в данной жизни, они не могут помочь медицине. И они просто не хотят и не могут это сделать. Зачем же их тогда учат в конце концов? Они облегчают жизнь. Значит, нужно, давайте сделаем так. То есть если здесь у нас присутствует медик, значит, они давали клятву Гиппократа. На каком языке? У нас было клятва врача Советского Союза. Ну, это понятно. А не Гиппократа. Гиппократа это потом уже мы узнали, что... Клятву Гиппократа можно переводить, и там совершенно другой смысл. Естественно, текстовка маленечко другая. Да, она другая. Поэтому дело в том, что когда человек приходит в больницу, и он проходит все эти семь ада, он получает еще те инфекции, которые находятся рядом с ним. Любая больница это скопище определенных отрицательных энергий. Когда человек приходит, у него забираются из его энергополя те положительные эмоции, у него забирается иммунитет, у него забирается энергетика. Ваше предложение. Так зачем? В такую ситуацию надо идти. Ваше предложение. Если, допустим, мы будем стоять и смотреть на здание 40-й больницы, которое будет на закате, то мы увидим, что вся 40-я больница будет под темным муаром. То есть это энергетика данного... Я не представляю, это называется, вот операторы нам, я сегодня уже который раз к ним обращаюсь, они вам могут рассказать, это против света, когда снимаешь. Нет, нет, нет. Любая фигура, знаете, она темная. Это мы не снимаем, это лицом видим. Да какая разница, снимаете, в смысле, я имею в виду, почему... Это лицом мы видим. Нет, вы поймите правильно, вот так человека только что-то против окна снимали. Михаил вам задал хороший вопрос, вы-то что предлагаете? Что предлагаете? Ну, то есть больной он чего должен делать? В лес идти, где хорошая энергия, где нет инфекции? Здесь нужно заниматься тем, что все силы находятся в самом человеке, находятся в окружающей природе. Но четвертая стадия рака, куда ему идти? Обращаться к себе? Дело в том, что четвертая степень рака, она каким-то образом дошла до четвертой степени. Вот он обратился именно в четвертую стадию. Ну, через третью, после второй. Вот он в четвертую стадию оказался. Нет, я вам объясняю, когда начинается диагностика данного заболевания, вот тогда уже нужно бить тревогу. Слушайте, ну вот правда, вы сами себе противоречите, если на первой стадии вырезать, будет шанс, что не произойдет ремиссия. Я вам не говорил вырезать. Опухоль. Я вам не говорил вырезать. То есть любая опухоль, она... А что, ну то есть, простите, болитва ее, погодите, правда, на первой стадии чего с ней тогда сделать, если к врачу не идти? На первой стадии нужно понять причину данного заболевания и ее устранить. А кто вам поставит диагноз? То есть любая опухоль, любая злокачественная, а не злокачественная, она образуется из-за нарушения определенных энергетических слоев. Хорошо, вот мы с вами сидим здоровые люди, мы не проходили обследование. Вот у кого из нас опухоль будет? У кого у нас будет нарушен лимит хейфица? Да, и у кого из нас будет опухоль из вас? Что мы гадаем? Если мы не будем нарушать определенные законы природы, и будем соблюдать те принципы, которые были раньше, то есть самый... Согласен, но к этому надо прийти. Первый принцип это был какой? Мы их уже нарушили. Ноги в тепле, голова в холоде. Мы их уже нарушили. Это первый принцип. Хорошо, режиссер подсказывает, что у нас есть звонок. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, как вас зовут, и задавайте вопрос, или рассказывайте историю. Лариса. Алиса. Лариса. Лариса. Добрый вечер, очень приятно. Если можно, чуточку громче. Добрый вечер. Слышно? Да. Говорите, говорите, вы в эфире. Будьте добры. Времени нет, я перевожу, там не очень хорошо слышно. Проболеешь больше и дольше, чем находишься. Вреда больше, чем польза. А почему вреда-то больше? Ну, то есть, что? Инфекции и энергии? Да, потому что она служит, и ты надеешься в микробах по больнице, там сейчас стоят больше, чем один. Ничего. Чем лучше встать вообще. Понятно. Ну, резюмируя, бесполезно. Так и так выздоровеешь. Да, спасибо. Спасибо, Лариса. Не очень хорошая связь. У нас есть еще сообщение. Вот Денис Одигов нам пишет. Сразу два подряд. Мое самолечение такое. Если не помогает полежать, поспать, бери и смело ешь антибиотики, хуже точно не будет. И чуть дальше. Сейчас врачи, особенно в платных клиниках, назначают препараты на всякий случай. Даже если они не нужны. Такие препараты не навредят. Ну и не помогают. Но стоят дофига. Чем такая медицина лучше трав, корней и грибов? Шарлатаны все. Конец цитаты. Ну вот. А какие конкретно препараты назначаются? Абсолютно я не верю в медицину. Естественно, естественно. А какие препараты назначаются? Он лекарь негативен со всех сторон. Платная клиника, где он считает, что назначение делается только для одного. Это тоже имеет место. Берем врачей традиционной медицины. Вечный разговор о том, что лекарь и мошенник. Поэтому он говорит о том, что... Традиционная медицина. Но я вот так вот думаю, что если посмотреть по интернету, посмотреть по объявлениям, ситуация получается такая, что очень много-много у нас российских граждан воспитывалось на рассказах о Генри. И, значит, Ларни четвертый позвонок читала, да, вот с детства изучала. Все хироманты, там, гомеопаты и тому подобное. Весь, которые лечат все и везде. Да, но гомеопатия на сегодняшний день прерогатива официально. А скажите, пожалуйста, лечат все и везде. Вот то, что сейчас на нашей интернет-дама нам рассказывала, там замечательная вещь промелькнула немножко так незамеченной. Сейчас не в моде, сказала она. Это самое модно или не модно. А вот есть ли что, действительно, мода какая-то существует? Вот не только на каблучок или плоскую подошву, или на короткую длину? В официальной медицине мы выяснили, на антибиотике есть мода. Ну, то есть... Мода в чем? Лечение? Лечение, да, на сплошек лечение. Но вы знаете, дело в том, что антибиотики, это все равно, что ядерный удар в организме. То есть они уничтожают все полезные и бесполезные бактерии. И после этого начинается формирование как бы... В первую очередь иммунную систему угнетают. Да. Поэтому прежде всего, чем, допустим, применять антибиотики, нужно заниматься тем, что человеку на данный момент может помочь. Причем разные вещи для разных людей. Если, допустим, тот же самый Малахов говорит, что нужно делать вот такой или такой препарат, и он поможет всем. Все тупо начинают это делать и копировать. Потом приводят к так называемым плачевным результатам. Ну, Малахов такой препарат. Он там всякие диеты, применение каких-то травм. Все-таки, подождите, все-таки ответьте на вопрос. Мода существует какая-то на лечении? Мода, знаете, как она когда-то формируется? Мода существует, вот на сегодняшний день, всплеск. Не самолечение. Самолечение, оно присутствует. Оно давно уже присутствует. А именно самопознание. Вот это Мода существует. Изучение практик. Практики, которые помогают человеку восстанавливаться. И вот это, конечно, сел там воду, глотнул 40 раз молитву, ни разу не читал, потом 40 раз и все поможет. Абсолютно нет. Человек должен себя воспитывать на позитиве. Человек должен воспитывать на своих внутренних резерах. Это понятно. Медитации. Вы согласны с медитациями? Элементарно. Это есть помощь. То есть человек должен обращать на свой социум, на питание, те же добавки отрицательной геномодифицированной продукты. Нельзя это употреблять. С трибуны это должна быть реклама. Везде, везде. Вот Наталья Водянова. Пожалуйста, рекламируйте. Давайте спросим нашу дежурную. При малейшем случае, что это вред организму. Правильное питание, законы природы соблюдать. Давайте спросим дежурную, как помогает медитация. Согласны? Правильные мысли. Когда мы говорим одновременно, у вас все равно не случайно. Анна, помогает медитация? Что пишут наши собратья по несчастью? То есть по интернету? Если верить нашим интернет-пользователям, то они уверяют, что лечение мыслями очень эффективно и вообще просто только этим и надо лечиться. Но вообще, если говорить о вреде самолечения, то пользователи интернета уверяют, что есть случаи очень даже курьезные, может быть даже чем-то забавные. Давай курьезы. Ну вот, например, американец в результате самолечения с ним произошел очень такой забавный случай. Он пытался избавиться от дерматита на лице и выяснил, что существует какой-то раствор. Он приготовил по рецепту этот раствор, все. Начал им натираться, но решил, что лучше будет, если он будет применять его еще и внутрь. Он начал его пить. Но вот, к сожалению, теперь мы увидеть его никак не сможем, потому что в обществе он не показывается. Предпочитает сидеть дома и писать о своей проблеме в интернете, потому что американец просто-напросто посинел. Он павился от дерматита, но он стал совершенно сильным. Это не до шуток. Это безусловно не шутки, потому что... Спасибо, Анна. Это очень время много уходит на эти примеры. Нет, на самом деле один простой пример. Намного серьезнее есть примеры. Какая-то очередная, не помню какая часть трансформеров выходит на экраны. Вот блокбастер, где машинки, роботы, пришельцы. Я прочитал в интернете мальчик, японский ребенок. Это был китайский мальчик. Ну или китайский мальчик. Он пил бензин, потому что... По-моему, пил масло все-таки автомобильное. Ну, в общем, техническую жидкость какую-то. Ну, в общем, видимо, разные версии видели. Так что это, в общем, да, это не до шуток истории. Если делать призыв, вот именно пользоваться случаем, призыв к тому, что действительно люди не должны этого делать, у них грамотности не хватает. Интернет, вот только заглянуть, даже вот, пожалуйста, врач, дочка моя врач, она заглянула в интернет, какую-то рекламу посмотрела, не рекламу, а аннотацию к препарату, чтобы что-то уточнить. Но самолечение, антибиотики ни в коем разе, вирусные заболевания серьезные ни в коем разе. То есть вот эти сильные препараты, которые на самом деле не сильные, а серьезные, которые по рецепту врача, людям не надо на себе эксперименты делать. Ни в коем разе, если говорить про медицину. А если я вот на позицию Николая встану, если я встану на позицию Николая, я несколько ее огрублю. Ну вот просит у меня природа выпить раствора. Ну то есть я вот прислушался к себе, и мне организм сказал. Голову лечить нужно, если природа ваша просит, чтобы вас таких вести не было. Николая лечиться надо, в смысле, в этом смысле. Либо я вас не так понял, либо вас с вами обидели. Да что вы, нет, нет. Я в второй раз вижу, очень это мурат. Вы знаете, на самом деле мы спросили сегодня у екатеринбуржцев, как они относятся к самолечению. То есть вышли с видеокамеры, с микрофоном, потыкали им в живых людей, узнали, что же они все-таки думают о самолечении. В лечебной цели. Да, давайте посмотрим этот самый опрос и продолжим беседу. Говорят, чтобы вылечить ангину, можно просто пить чай с медом. А чтобы вылечить головную боль, необходимо обнять родную русскую березку. На какие еще жертвы готовы пойти наши горожане, чтобы не обращаться к врачу? Ну ягодные морсы пью, лежу. Вот и все. Пошлось все с кашляю. Занимался самолечением, но в итоге состояние еще ухудшилось. Волосы, если только, не знаю, масками всякими разными, профильными маслами для чего. У меня соседка такая, но она уже старенькая, извините, 70 сколько ей лет, но она до сих пор работает. Она занималась, хотя она работает в госпитале, она занималась самолечением и потом попала туда же в госпиталь. У меня есть одна подруга, она взяла распространенный такой детский крем, смешала с лекарством, которое называется Мумиё. И намазала это на себя для того, чтобы лечить растяжки на теле. В общем, лечила-лечила, где-то недели две о чем она занималась, а в итоге у нее оказались ожоги на теле. В общем, все это получилось не смешная история. Ее отправили в больницу, и сейчас она лечится уже нормальной официальной медициной. Я хотел бы спросить про общественную опасность. Если я не иду к врачу, это представляет какую-то опасность для окружающих? Потому что в Бразилии был вопиющий случай, и за сутки в больницах с диагнозом пневмонии оказалось около 200 человек. Каждый десятый потом погиб, и власти обвинили как раз на такой феномен, как самолечение. Дескать, люди по своему усмотрению принимали антибиотики, вирус быстро мутировал, и из-за этого погибли люди. Вот этот мутировавший штамм, его не удалось задавить в самом начале, он потом убил многих. Эту бактерию, кстати, назвали липсиэлолёгочной. Так, для справки. Это была какая-то инфекция, которая находилась воздушно-капельным путём, была вброшена. Кем вброшена, простите? Ну, кем? Забыл, скорее всего, какой-то обычный теракт применить. То есть биологическое оружие? Да, да, я серьёзно говорю. А это кто? Это вот те самые уже упоминавшиеся десертиконы прилетели? Нет, я в Бразилии не помню таких врагов, которые бы там устраивали теракт. Нет, в данном случае... Ну, в данный момент можно говорить о том, что мы сталкиваемся с тем, что каждый день производят определённые испытания. И над нашим городом часто мы видим так называемые две полосы, эти самые от самолёта, химтреллы, когда сбрасывают определённые вещи. И в определённый момент получаются определённые нарушения заболеваний. В фильме Андрея Лошака «Полное затмение» освещен этот вопрос. Я понял вашу иронию. Ну, почему ирония? То есть, прежде чем заниматься... Убей ковёр, спаси Россию. Кажется, так-то было. Да, там и про ковры было, в общем... Прежде чем заниматься самолечением, я так думаю, что нужно просто заниматься тем, чтобы не довести свой организм до того, что он... Ему требуется лечение. Да, чтобы он потом... А это так, это прекрасно. Это нужно проводить профилактику. А безконтрольное лечение приводит вот к таким случаям? Начинается с простых вещей. То есть, допустим, если у нас изменяются природные условия, значит, нужно быть что? Для всех граждан, которые у нас в городе, изменяется погода, уменьшается температура, что нужно делать? Можно носить тёплые вещи на ногах. А до этого закаляться? Зачем? Можно закаляться, конечно. То есть, можно, допустим, заниматься системой обливания холодной водой, которая помогает. И был разговор о том, что температуру нужно каким-то образом сбивать. То есть, никогда температуру не надо сбивать. То есть, та температура, которая получается в результате заболевания, это так называемая реакция иммунной системы на вброшенный вирус в организм. Ну, это уже все знают. Поэтому зачем бороться-то? Как я ещё могу навредить согражданам? Вот если я что не лечу? Своевременно обращать на состояние. Вот, допустим, детский сад взять. Смотрите, малыши идут. Это очень важный момент. Матерям нужно на работу и всё прочее. Насморк ведут. Вечером температура, самое главное, чтобы утром её не было, ведут. Кто-то добросовестный ребёнка изъял из сада, пролечил его и снова ведут. На работе, посмотрите, на больничный не уходят. Насморк, головной боль. Но сейчас только что был звонок, который мы не очень хорошо слышали от Ларисы. А времени нет болеть. Я вижу, у нас ещё один звонок. Представьтесь и скажите, а вы сейчас не болеете, честно? Здравствуйте, Всеволод. Здравствуйте, да, это Всеволод Махов. Я не болея, желтый цвет лица обусловлен на качестве картинки только. Слава Богу. Да, у меня вопрос к целителю с бордой, простите меня за меня отчество. Скажите, пожалуйста, вот когда люди жили в гармонии с природой, лечились молитвой, так сказать, держали ноги в теме, а голову в холоде, почему они так рано умирали? Не понимаю. Николай Михайлович, это главный вопрос. Почему люди, когда не было всех самых онкоцентров, жили меньше, чем живут современные? Ну, во-первых, это ложное мнение, что они меньше всего жили. То есть, жили и по 200 лет, жили и по 150 лет. Ну, кроме Библии, к сожалению, нигде это не зафиксировано. Ну, почему? То есть, мы говорим о том, что существуют города, где большое скопление людей, мы здесь, конечно, это не видим. А кто живет, допустим, в тех же самых поселках, либо деревнях, там есть прецеденты, их 270 лет живут. Ну, смотрите, Россия в 19 веке вся жила в деревнях, средняя продолжительность жизни в районе 40 лет. Помните у Лермонтова, в избу вошел старик 36 лет. Ну, понимаете, это нельзя так говорить, потому что переписать можно все. Переписать можно и книги Лермонтова, и Пушкина. Поэтому... И у Тинянова это же было описано примерно в таких же выражениях про родственников тогда еще маленького Александра Сергеевича. Давайте добрые советы дадим на сегодняшний день конкретно. На коммуне осени. Все, у вас удовлетворил ответ? Если честно, то нет. Если честно, ответ по пахе, это бредом. Вообще, на самом деле, есть совершенно научное объяснение причин, почему сейчас много онкозаболеваний. Люди стали до них джевать. Ну, это правда. Спасибо вам, Север. Онкозаболевание – это в основном механизм естественного ухода из жизни. И если человек не умрет раньше от других причин, он умрет от онкозаболевания. Спасибо всем, Володя. Абсолютно верное утверждение. Любая клетка имеет... Всего спасибо, всего доброго. Но не обязательно человек умрет от этого. В свое время прекрасный преподаватель в нашей медицинской академии, заведующий кафедрой патологической анатомии, всегда говорил, что у французских онкологов есть хорошая шутка. Если дать возможность человеку жить столько, сколько он хочет, каждый доживет до своего рака. Ну да, известная поговорка, многие не доживают до своего рака. Ну, просто люди не доживают. Добрый совет дать на сегодняшний день. А есть еще фраза, что смерть до 140 лет считалась самым преступлением, потому что люди жили больше 100 лет. Я все-таки хочу совет дать, полезный совет, как я считаю, накануне осени, накануне зимы, понимаете. Вот в прошлую передачу профилактику делать, закаляться, профилактику делать, началась вирусная инфекция какая-то, элементарно позаботиться о своем носе, тогда смеялись, да, календула, там что-то элементарное, полоскать, очень мощное вирусное действие, элементарно брызгать, чтобы увлажненная слизистая была, тем же аквамарисом. То есть вот это состояние, гриппфероном, в коллективе кто-то, сотрудник заболел. Зачем я, почему нет? Ну, понимаете, мы говорим о современном уровне, мы о современном уровне, понимаете. Когда они все сразу начнут заниматься вот именно этими методами, которые предлагает народная медицина, я вот реально на это смотрю. И тоже, допустим, гриппферон. Но в то же время очень хорошо помогает, стоит какой-то негатив убрать, чтобы человек жил в позитиве, чтобы не было вот этих распри, разборов, радоваться жизни, с любовью к сердцу. Все от нервов, наконец-то мы к этому пришли. Да, да, от чего пришли, к тому пришли. Михаил, а можете сказать, чего бояться в медицине? Если я все-таки загремел в больницу, как сделать так, чтобы меня не залечили, и мне не захотелось до конца жизни заниматься самым лечением? Ситуация простая. Вы обращаетесь к врачу. Да, вот ребенок заболел, сами заболели, родственники кто-то заболел. Да и бог, чтобы все были здоровы. Да, да. Ну вот случилось что-то, есть что-то, что человек волнует, он обращается к доктору. Но вот только что говорилось, есть платная клиника, есть государственный врач. Но в сложных случаях, в сложных случаях, любой доктор организует и старается организовать консилиум. Правильно? То есть выслушать мнение других докторов. В данном случае, если ваше здоровье вас беспокоит, ну давайте при таком наличии и веере, значит, возможностей у человека исправлять свое здоровье. Ну давайте мы не одного доктора послушаем, а двух-трех. А в отношении тех же антибиотиков, как я могу проследить за врачом, что он не назначил мне много? Если они сделают разные диагнозы, это будет повод для того, чтобы действительно обследоваться и понять, что с вами происходит. А если что-то сходится, тогда действительно это следует лечить. По поводу антибиотиков? Там у нас зрители беспокоятся, как у вас целительница кашляет и желает вам здоровья. Это горло просто. Не болеете, пожалуйста. Благодарим, благодарим. Кстати, нет стаканчиков рядышком. Такие дебаты будут. По поводу антибактериальных препаратов. Это ведь ситуация следующая. В любом стационаре, в любом стационаре, они ведь эти антибиотики, которые поступают, они должны проходить какую-то стандартизацию. Берем те ситуации, которые были при большой стране, при Советском Союзе, были ГОСТы, определенные строгие рекомендации и тому подобное. Сейчас все это носит определенный рекомендательный характер. Да, поступают медикаменты и зачастую, это не секрет, приходится слышать от докторов, которые работают. Фальсификация, да? Пользуются антибактериальными препаратами. Когда приходят антибиотики, допустим, широкого спектра действия, эти антибиотики применяются на пациентах. И у ряда пациентов, которым они назначены, они не достигают того эффекта, который должен быть. То есть фальсификат. Очень этого много. Естественно, и отсюда и негатив. Почему я сам тогда не могу себе купить таблетки и их принять, если вот даже в больнице нет гарантии? Вот прочитала я в интернете, симптомы подходят. У меня шансов-то, наверное, выше. Это делают многие. Это делают многие. Это очень ошибочно. Они читают, принимают. Затем получаем вот такие вот случаи. Вот такие вот случаи. Вот как про Бразилию мы только что проговорили. И получаем вот такие результаты. Очень много побочных действий, очень много противопоказаний. Нужно в любом случае консультация врача. В любом случае. Только врач может познать. Все профилактически. Естественно. Но я исхожу из той ситуации, которая сейчас есть. Но обратитесь не к одному, к двум, к трём врачам. Посмотрите, что вам назначено. И вы всё-таки найдёте. А если они назначат разные вещи? Вы знаете, как обычно. Нужно знать принципы. И не нужно. Такого не бывает. Пациентам бывает. Ни разу не видел, ни разу не слышал. Позвольте сказать. Обращаются люди из области, из области, где лечатся. Вот последний случай у меня был. Знакомые звонили. Лечат плексид женщине. Обратились к целителю. Диагностировал он плексид и всё остальное. В итоге две недели она не может поднять руку. Всё-таки решили обратиться. Привезли сюда. Здесь сделали необходимое обследование. У женщины перелом плечевой кости. Целитель её пользует в течение двух недель. И лечит ей нервы. Это квалификация целителя. Это квалификация. Это опять говорит о чём? Не о квалификации целителя, а о законодательных моментах. Коль мы жёстко регламентируем медицину, вот доктор имеет право на частную практику вот так, так и так. Целитель должен иметь. Целителям или самому вероятность выше, чем в больнице. Больше, больше согласитесь. Спасибо большое, что были сегодня с нами. И у нас опять наша замечательная товарка на связи. Аня, привет. Расскажи нам ещё что-нибудь про интернет. Хочется всё-таки закончить на каком-то положительном моменте касаемо самолечения. Вот я на форуме обмеди... Нам тут это как раз все советовали делать. Советуют лечить тромбофлебит с помощью лошадиных копыт. Она на ипподроме или у каких-то частников ищет эти копыт и уверяет, что их периодически подрезают у лошадей. И пережигают их в порошок. Получается порошок, который... ...зашла в интернет. Ну почему? Да много всего. Скоро заговорочного. Ну, а дальше. Она обнаружила, что кожа... Она насыпает этот порошок. Она оволаживается. Она советует всем женщинам, всех женских форумов позвонить этот порошок с водой. Пользоваться. И, как она уверяет, просто не зная красота. Отлично. Спасибо, Аня. Наверное, конских копыт мы не достанем. И, пожалуй, слава Богу. У вас была какая-то байка по этому поводу? Если коротко. Вы знаете, байк много. Байк много подобного плана. И последнее, самое очень интересное. Когда женщина 60-летняя рассказывала мне, как она обратилась к остеопату. Это причем очень серьезный человек. Вот она говорит, вот я обратилась к остеопату. И вот вы, медицина, не смогли диагностировать перелом копчика, который был в детстве. А вот он это определил. И исправил мне перелом копчика. То есть, вот неправильно срослось. И это все он мне исправил через дырочку для кризмы. Ну, ребят, давайте будем серьезно. Может, мы исправили только. Нужно получить элемент веры. Да, давайте лечиться с головой, а не через это самое место. Ну, и Анна Смирнова нам пишет, а вообще надо закаляться, вести здоровый образ жизни. Радоваться жизни, любить друг друга. Тогда к врачам обращаться не надо будет. Спасибо, что были с нами. Всем желаем здоровья, не болейте. И приходите в следующий раз. Будем еще что-нибудь складывать в своем мнении. Призывать государству, чтобы государство изымало всю рекламу о медикаментах. Обсудим в следующий раз. Лечитесь сами, но с помощью специалистов. Пока. Спасибо.